Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. В этом видео посмотрим на графики по биткоину, по эфиру. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Биткоин подходил близко к моей заявке, которую я ставил на 63 тысячи. Больше месяца держу уже эти ордера. Мне говорили, что я лошара и все такое. Но посмотрите, где теперь биткоин. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем биткоин. И смотрите, куда вчера опускался биткоин. На 63 тысячи. Уже очень близко подошел к тому, чтобы подхватить мою заявку. Биткоин опускался на 63... 333... 63 тысячи 333 доллара. А у меня была заявка на 63 тысячи 287. Поэтому не хватило всего лишь 40 долларов. Примерно. Объемы начинают расти. Это что значит уже дно? Я, честно говоря, так не думаю. Переключимся на недельку. Криптогурубот держит сигнал на покупку. Подождите. Да. Так вот, держит сигнал на покупку, которую он дал еще в феврале прошлого года. И до сих пор не перевернулся в продажу. Стохастик направлен вниз. Объемы падают. И двойная вершина на биткоине. Одна вершина. Вторая вершина. Двойная получается. Но я все так и думал, что биткоин развернется от тех уровней и пойдет вниз. На 63 тысячи. Поэтому я и поставил там заявку. И еще одну на 58. Также видите желтую трендовую линию, по которой биткоин идет вверх. В течение года. Двойная вершина – это очень опасно. Очень четкая, ясная, чистая двойная вершина. Раз, два. Давайте посмотрим теперь на дневном. На дневном мы видим восходящий клин, о котором я давно и долго предупреждал. Поэтому и заявки на 63 и на 58. Ну а дальше там у биткоина нисходящий клин. А он работает в обратную сторону. Внутри создается давление. И выходим вверх. Объемы на дневном таймфрейме стали чуть больше. Но это все объемы на продажу. Смотрите. Сквиз моментум в красной зоне. На 63 тысячи у биткоина уровень поддержки. Но от этого уровня мы пока что не увидели значительного отскока. Думаю, что следующая остановка – 59 тысяч. Опускаемся на 4-х часовой нисходящий клин. И возможно биткоин будет выходить из этого клина. Из этого клина выйдет, может быть, сегодня внутри давление-давление. А, еще, может, один день вниз пойдет. А может быть и сегодня будет вверх выходить. Ну я надеюсь. Иначе падение продолжится. На 63 тысячи у меня стоит заявка. Не буду ее пока что убирать. Следующая заявка у меня на 59. Моя основная цель – это желтая трендовая линия. Но, честно говоря, биткоин выглядит не очень. Из-за этой двойной вершины. И падают торговые объемы. Даже если биткоин вылетит вверх из этого нисходящего клина, это очень маленький клин, мы пройдем расстояние, которое можно измерить по основанию. Это будет небольшой такой пампик. И, может быть, затем снова уйдем в коррекцию. Может, поднимемся на 68. Как вариант. Но пока что напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео полезные ссылки. Один – это биржа, на которых можно зарегистрироваться, торговать. На Bybit регистрируйтесь, получайте бонус до 30 тысяч долларов. Два – проходите мои курсы по криптотрейдингу и все другие курсы. Получайте там торговых ботов, учитесь теханализу. И затем присоединяйтесь к моему телеграмму, где уже около 9 тысяч трейдеров. Все полезные ссылки в описании под видео. На Bybit у меня расставлены ордера. На два биткоина по 63 тысячи долларов. Там у меня была позиция побольше, но сократил до двух биткоинов, потому что вижу слабость на рынке. И на пять биткоинов по 58 тысяч. А также заявка на полмиллиона дуджкоинов по 9 центов. Что я держу? Покет на 2%. USDT на 38%, 16% в MCR Team, 15% в биткоине, 10% в Юнисвап, 9% в Доджкоин и 7% в Ворлдкоин. На балансе 589 тысяч 800 долларов. Вчера было 596, значит минус 7 тысяч. 63 тысячи долларов, плюс 200 тысяч USDT, получается на 260 тысячи в кэше. MCRT на 85400, биткоин на 81800, идет вниз. Юнисвап на 51700, минус 2%. Доджкоин на 46300, плюс 015%. Биткоин падает, а альткоины не падают. Это интересно. Ворлдкоин на 36400, и Покет на 13500, минус 6,3. Покет падает. Падает, никак не может остановиться. У меня стоит заявка на Покете на... на 4 цента. Так низко я расставляю заявки, потому что чувствую, будет падение на рынке. Но интересно, что альткоины не падают слишком сильно. Биткоин-то, посмотрите, вниз идет, а альткоины почти не движутся. На 4-х часовом я вижу перевернутую голову и плечи. На эфире. А также большой бычий флаг. Это флагшток, полотно флага. И сейчас эфир идет вниз. У меня стоит торговая идея на 3274 доллара. И еще один уровень поддержки ниже на 3000 долларов. Но на графике бычий флаг. Поэтому, может быть, эфир и вверх пойдет из этого флага. Если будет какой-то импульс. Давайте откроем Юни теперь. 972. 972 Юнисвап. И здесь я вижу расширяющийся клин. На Юнисвап. На 4-х часах. Это расширяющийся... Расширяющийся клин. Это означает, что Юни может пойти... Ну, тут есть поддержка. А это получается восходящий клин. Не очень хорошо. Внутри давление, давление. И вниз выходим. Что еще интересного? На дневном давайте глянем. Можно сказать, перевернутые головы и плечи. Может, и вверх пойдет Юни. Но тут обратите внимание, хорошие торговые объемы. В отличие от других альткоинов. Это хорошо. Объемы не падают. Как на других активах. Хорошо, что я все продал в марте. Поздравляю, кто тоже продал. Мы продали на самой вершине. Ну, ладно, я продал на 67 тысяч. А биткоин сейчас идет к 63. Не сказать, что сильно большая разница. Но альткоины упали на 50-70%. Я уже начинаю перезаходить, но... Нужно быть осторожным, потому что мы не знаем, где дно. Спасибо, что посмотрели. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Смотрите мои видосы, это бесплатно. Видео я записываю уже 4 года каждый день. Смотрите и учитесь. Правило номер один от Ворена Баффета. Сохраняйте свой капитал. Правило номер два, помни правило номер один. Сохранять капитал. Всех люблю, обнимаю. И увидимся завтра.